С очередной коммунальной неразберихой столкнулись жильцы одного из домов. В их дворе под землю обрушилась конструкция септика, который предназначен для сбора канализационных вод. В управляющей компании говорят, что емкость принадлежит не им, а с хозяевами они не могут договориться. Последние, в свою очередь, людей ежедневно кормят завтраками. Но прошло уже несколько дней, в итоге к устранению аварии так никто и не приступил. Местные бьют тревогу, еще немного времени и все нечистоты пойдут под дом. Эта история началась в середине июля. Тогда конструкция септика обрушилась впервые, причем после капитального ремонта. Жильцы пожаловались в свою управляющую компанию по КТС. Те отреагировали, приехали на место аварии и заявили, септик принадлежит муниципальному предприятию, поэтому устранять проблему должны они. В начале августа канализацию восстановили, но жильцы уверены, к работам коммунальщики отнеслись халатно, корпус соорудили, основания емкости как следует не закрепили. Ну когда они сделали, септик получился косой. Я им позвонила в управляющую компанию. Я говорю, ну почему нам такой септик-то сделали? Во-первых, очень низко, сантиметров 20 с земли. Я говорю, зимой все заметет, с той стороны дороги будет ходить грейдер, будет снег счистить и у нас вообще не будут выкачивать септик. Он сказал, вы не переживайте, септик сделан по проекту. Вот только проект оказался некачественным. Через 20 дней конструкция септика вновь ушла под землю вместе с бетонными плитами. Жильцы дома в недоумении. Они считают, что хозяева септика муниципальное предприятие по КТС на восстановление аварии прислала недобросовестных подрядчиков. Плохо работают, вот и все. А то, что обращаетесь постоянно в управляющую компанию, они не приезжают. Это как можно назвать? Ну делают, это что-то. Приехали первые, что-то сделали, а прогу-то в этом. Все халтура, все отмывание денег. Так что тут и разговаривать нечего. В огромной яме уже плавают нечистоты, а вокруг ужасная вонь. Почистить септик управляющая компания сейчас просто не в силе, к нему не подобраться. Еще несколько дней, уверяют люди, емкость с нечистотами переполнится. Если переполнять септик, эта вода вся бежит под дом. У нас получается как под дом озеро Надежды, я называю. Когда вот канализация, все стоки бегут вниз в середину нашего пятой квартиры. Естественно, запах идет ко мне в квартиру. И поэтому я, естественно, переживаю за этот септик. Впрочем, провал конструкции внес коррективы в жизнь каждого, кто проживает в этом доме. Из-за коммунальной неразберегии люди теперь вынуждены ограничивать себя в водных процедурах. Без действия коммунальщиков налицо. Вместо того, чтобы восстанавливать провалившийся колодец, управляющая компания людям предложила как можно меньше пользоваться канализацией. Вот читаю. Уважаемые жильцы, большая просьба сливать в канализацию минимальное количество воды в связи с аварийной ситуацией. Люди шутят, они теперь ходят в туалет к соседям по дому. Вот соседке у нас пришлось даже идти в другой дом купаться, потому что, говорит, нельзя использовать воду. В управляющей компании нам сказали, что муниципальное предприятие по КТС уже получило соответствующее письмо. Те заверили, как только договорятся с подрядчиками, они сразу же приступят к устранению канализационной аварии. Но ни с утра, ни после обеда к провалившимся конструкциям никто не притронулся. Мы будем продолжать следить за этой историей. Олег Атанзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.